Здравый подход. На минувшей неделе стало известно, что исследование по закупкам медицинского оборудования в российских регионах Президент Медведев, напомню, наказал губернаторам разрушать коррупционные цепочки в этой сфере, иначе им придется отвечать головой Будет завершено к первому августа Впрочем, по уже имеющейся информации, у нас по сравнению с Европой за японские томографы, например, переплачивают Наведение порядка в здравоохранении и его модернизация задача стратегическая Тут любой передовой опыт, не ради, конечно, примитивного копирования ценен Израильская медицина, по признанию многих, одна из ведущих в мире Владислав Сорокин, углубившись в изучение вопроса, узнал, что такое корзина здоровья Откуда деньги на хай-тек и какова там гарантия от врачебных ошибок В этой частной клинике к исследованию богатого внутреннего мира человека по научному томографии подошли творчески Говорят, смена цветовой гаммы на стенах и потолке хорошо расслабляет сознание Сем Амбиенс в дополнение к компьютерному томографу, который стоит под миллион, тоже обошлась нам где-то 150 тысяч американских долларов В соседней комнате компьютер на основе данных от томографа создает 3D-модель сердца, а если надо и всего тела Доктор Лаурель Котбель – один из немногих диагностов в мире, кто в своей практике применяет виртуальные путешествия по кишечнику пациента Вот смотрите, мы можем искать, например, раковую опухоль на экране монитора И нет нужды вводить длинный зонт внутрь пациента Коломоскопия с этой технологией становится не такой уж и страшной процедурой В государственной больнице под стать частной, всюду новое оборудование И в операционной, тут идет сложнейшая операция на печени, и в коридоре Здесь электронный шкаф выдает чистую одежду докторам В онкологическом отделении госпиталя пациентам могут бесплатно сделать японский массаж А женщинам предлагают выбрать парик, а все для борьбы со стрессом Как только мы говорим женщине, что у нее могут выпасть волосы Она в состоянии отказаться от химиотерапии, несмотря на то, что она спасает ей жизнь И это фактор, который нельзя не учитывать При этом медицина доступна абсолютно всем В Израиле, как и в большинстве развитых стран, система здравоохранения страховая На протяжении всей жизни из зарплаты людей вычитается небольшой процент В среднем порядка 20 долларов в месяц При этом так называемая корзина здоровья, минимальный набор процедур и лекарств Жестко контролируется государством Израильская медицина построена на сложной системе сдержек и противовесов В которой государственная клиника может на равных конкурировать с частной Страховые компании друг с другом При этом врачи борются за клиентов, а не наоборот Доктора здесь зарабатывают по сути только частной практикой Но при этом ценят место в государственных клиниках Частная больница дает заработок А прогресс, общение, быть на передовом плане Края медицинской науки дает только большая больница, как Ихилов Только это Если ты уходишь из большой больницы, ты сразу теряешь темп А такие люди, они нужны, но они малоинтересны Нехватки лекарств здесь никогда не бывают А у всех медсестер высшее образование Это условия приема на работу В нашей стране поступить в мединститут Но они принимают в принципе только гениев Для докторов необходимые условия приема на работу Узкая специализация Просто врачи в Израиле не нужны, только эксперты Поэтому после ординатуры обязательная стажировка в Европе или США Иногда по грантам, но чаще за свои деньги Отсюда хорошее знание английского у каждого А значит возможность ежедневно применять международный опыт Я оперирую позвоночника, нет журнала А хирургия позвоночника на иврите Мы читаем лучший американский, европейский, австралийский, японский журнал Но никто не запрещает российским врачам делать то же самое Если это открытая информация Это открытая информация, сегодня все это есть Не только в библиотеках, но и в интернете Просто у нас это норма А там, я думаю, пока нет Другая норма и один из главных противовесов израильской медицины Судебная практика В суд пойти это нормально Это не только индивидуальная справедливость Это не только то, что если с человеком что-то произошло, ему компенсируют Это очень важно Но гораздо более важно то влияние на всю систему, которая это оказывает Давида два месяца принудительно лечили в психиатрической клинике Он жаловался, что доктор привязывал его к койке на протяжении двух недель Адвокат, проштудировав историю болезни, увидел нарушение в другом В том, что медсестра проверяла пациента не каждые полчаса, как положено, а реже Суд затянется на несколько лет, но в итоге у Давида неплохие шансы на компенсацию Учитывая парадоксальный прецедент Дело, которое закончилось в 1996 году Что женщину привязали, она закурила и сгорела Загорелась кровать, она немножко обгорела, она жива, слава богу, да, да Но получила компенсацию А почему? Потому что... Она же виновата, она же закурила Она, а закон говорит, что каждые полчаса медсестра или медправда должны ее проверять Я давнивала Для всей системы здравоохранения подобные дела – отличный фактор контроля Каждый врач в Израиле знает, ошибка будет стоить ему очень дорого Пример, пациенту делали операцию и забыли искусственный клапан в сердце Через два года вспомнили, но было поздно Вред здоровью суд оценил в полмиллиона долларов Впрочем, судятся пациенты не с врачами, а с теми же страховыми компаниями Каждый белый халат в Израиле страхует свою ответственность от ошибки Это еще одна медицинская норма Высокие технологии, легкий доступ к дорогостоящим лекарствам и сложным операциям Получается такая сказочная система здравоохранения Ну и у медицинского хай-тека в Израиле есть свои минусы Взять хотя бы скорую помощь, она здесь не бесплатная Вызов стоит в среднем 100 долларов Исключение для онкологических больных в случае ДТП или теракта Причем в каретах скорой помощи дежурят парамедики По сути реаниматологи Их задача довести вас от дома до больницы Причем лечение на дому в Израиле не практикуется совсем Так что если у вас случилась высокая температура, скажем, вечером или в выходной день То единственный способ получить бесплатное лечение Это дождаться открытия вашей поликлиники Израиль тратит на медицину 2000 долларов на человека в год Это в 10 раз больше, чем затраты в России Отчасти такие расходы страна может позволить благодаря меценатам В приемном покое чуть ли не каждой больнице висит такая табличка С благодарностью тем, кто пожертвовал деньги на палату А вот семья Ефраем приобрела целое раковое отделение Для бизнесменов у менеджера государственной больницы Ихилов Заготовлена трогательная и высоко мотивирующая речь Вы как бизнесмен могли бы увидеть выгоду от сотрудничества с нами Кто-то вкладывает деньги в образовательные проекты Мы предлагаем вам пожертвовать на спасение жизней Позвольте нам дать лучшее вашим соотечественникам Правительство делает все возможное, но этого недостаточно Знаете, после таких слов редкий предприниматель остается равнодушным к нашей просьбе дать денег В больнице Ихилов строит еще одну башню тоже на пожертвование На вопрос, а что если бы не нашлось благотворителей Врачи смущенно улыбаются Видимо, представить такую ситуацию они просто не могут Владислав Сорокин, Бова Городовикова, Андрей Тихонов, Телекомпонент, ТВ, Израиль